Приветствую вас. Давайте попробуем сказать так. Поскольку вы достаточно много говорите о том, что вам не нужно советовать и давать рекомендации, то я бы предложил сделать так. У вас есть боль. Что есть боль? Боль есть негативная реакция, ощущение, точнее чувство, на то, что с вами произошло в жизни. Есть такой момент, что вы говорите, что мужчина вас любит, но он не с вами, потому что ему мешает гордость. Давайте спросим себя так. Если мужчине с вами быть мешает гордость, то... Простите, что это за любовь так? Неужели настоящая любовь не сильная гордость? Неужели гордость, то есть упорство, то есть нежелание признать свои ошибки, нежелание личностно расти и принять какой-то опыт, может лишить человека любви? Подумайте об этом. Дальше давайте исходить из двух моментов. Первое – это ваша причина расставания. Вот вы пишите, что расстались вы год назад. Почему расстались? На какой почве? Что произошло и что послужило причиной расставания? Не проработав причину расставания, не выявив мотивы причины поведения мужчины в этой ситуации, нельзя помочь вам избавиться от боли. Потому что боль – это непонимание причин того, что происходит вокруг вас. Дальше. Дальше нужно сказать следующее. Что вот вы человека любите? Любите. Если любите, то хотите, чтобы он был счастлив. Если любите, то уважайте его. Если уважаете его, значит принимаете его. Человек выбрал быть без вас. Почему вы не можете принять его выбор? Если любишь и любишь искренне, выберешь человека. Принимаешь. Вы – нет. Что есть боль? Боль есть личное переживание. То есть это то, что касается вас. Ну, давайте скажем так. Что если боль – это то, что переживаете вы сами. Значит, это следствие того, что с уходом этого человека вы потеряли что-то для себя важное, что-то для себя ценное, что-то такое, без чего вы стали беднее. И это не личное отношение в узком смысле. Это то, что вам нужно лично для себя. Отсюда вытекает логичное предложение, подумать над тем, а что же, собственно, вам давал мужчина, что вы не можете получить сам, не застрагивая личное отношение, не говоря о них. Подумайте. Постарайтесь определить свои потребности с ним, кроме желания делать его счастливым, кроме желания быть с ним. Что вы еще получали и что потеряли. И вот это то, что вы потеряли и то, что вы получали, мешает вам отпустить его. Потому что вы, когда начали с ним встречаться, это что-то получили. Ваше сознание расширилось. А когда потеряли, оно начало сажаться. И поскольку вы не измерились с потерей, не заместили ее, не нашли другой способ, путь удовлетворить эту потребность, реакция на фрустрацию остается неизмерной. Боль, которую мы чувствуем, потому что мы люди, каждый наш человек, необходимо принять. То есть принять полностью. Не избегать, не стараться заглушить, а просто принять. Пропустить через себя. Понять, а в чем же причина боли. Представить себе, что если бы мужчина от вас ушел, просто потому что он сказал, вот, ты знаешь, я больше не хочу с тобой быть. Что бы вы чувствовали? Скорее всего, чувствовали бы вы то же самое. Это означает, что на вашу реакцию не влияет знание о том, любит ли вас мужчина или нет. На вашу реакцию влияет именно невозможность реализовать свои собственные потребности. Вот в этом ключе вам и нужно работать. Либо самостоятельно, либо с помощью экспертов, которого вам нужно будет выбрать на нашем ресурсе и в котором пообщаться в индивидуальном порядке. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Буду благодарен.